Актуальное интервью К сожалению, не получалось у нас последние полгода увидеться, но тем не менее, тем больше накопилось тем, и есть что обсудить Хотелось бы начать наше общение с самых таких резонансных, острых тем социальных, которые у нас в инфополе последнее время обсуждаются Например, вот Большая Морская 24 Мы писали как раз таки не так давно информационный запрос в ваш адрес по поводу использования перфоратора на низких оборотах, которого так или иначе в проекте указано не было Научно-проектная документация тоже его не подразумевала Из чего хотелось бы спросить, вот как вообще было принято подобное решение, какую роль вообще в принятии этого решения играет ваше ведомство? Во-первых, спасибо большое за приглашение Я очень рада, что нам сегодня удастся побеседовать о таких актуальных вопросах, на самом деле значимых для нашего города Что касается производства работ на Большой Морской 24, мне бы хотелось для начала пояснить сам порядок производства реставрационных работ на том или ином памятнике истории В первую очередь следует отметить, что работы на объекте не могут быть начаты без согласованной научно-проектной документации, разработанной лицензируемой организацией В которой приняты основные проектные решения, технологии и методики обработки Далее на объект должна выйти лицензируемая организация, в штате которой состоят аттестованные специалисты по сфере направления деятельности Сейчас мы делаем официальный запрос при начале производства работ и спрашиваем, кто пофамильно будет участвовать на объекте И проверяем непосредственно при выходе на участок, на объект, присутствуют ли эти люди на месте и аттестованы они или нет Далее обязательным по законодательству и по нашим ГОСТам является участие в процессе реставрации авторского надзора и технического Именно авторский надзор принимает решение о том, соответствуют ли работы по проекту тем работам, которые проводятся по факту Авторский надзор это кто? Из кого он состоит? Авторский надзор это один человек или коллектив, это люди, которые имеют соответствующую аттестацию Министерства культуры И работают в организации, которая обладает лицензией Министерства культуры на производство работ В ГОСТе указано, что авторским надзором должен выступать в первую очередь автор проекта В случае, если автор проекта отказывается от авторского надзора по тем или иным причинам, может быть привлечена к производству работ иная организация Как в случае с Большой морской, там осуществляет авторский надзор не автор проекта, а иная организация Это севастопольские ребята, и авторский надзор, и технические, они постоянно находятся в городе Насколько мне известно, достаточно часто выходят на объект и оперативно реагируют на те или иные обстоятельства, которые обнаруживаются при производстве этих работ Я правильно уточню здесь? Такая у нас методика выбрана из-за того, что автор проекта сам отказался проводить авторский надзор? Мы требуем, чтобы у нас авторский надзор был автором проекта, если авторский надзор отказывается от авторства, то мы требуем письменный отказ от того, что автор проекта не может осуществлять авторский надзор Допустим, организация ликвидирована, или же он не имеет технических возможностей, свободных сотрудников для осуществления авторского надзора на этом проекте Это не его обязанность, это указание ГОСТа Ну вот, собственно говоря, возвращаясь к моему вопросу, мы сейчас описали, собственно говоря, как идет процедура на объекте работы Не услышал, какова роль в данном случае как раз-таки у вашего ведомства, у всем наследия? Да, я не договорила просто Авторский надзор, выходя на участок и видя, что обнаруживаются какие-то обстоятельства, допустим, при производстве работ, выявлены какие-то конструкции, которых не было ранее Или же при расчистке выявлены элементы, которые требуют немного нового подхода Или же принятая методика по расчистке не дает результата, который должен быть достигнут в итоге И тогда подрядчиком обозначается эта проблема Авторский надзор выходит на объект, фиксирует все это в журналах авторского надзора Если требуется какая-то корректировка проектных решений или их уточнение, какое-то дополнение в методику Они составляют авторские листы и сдают их нам Для того, чтобы мы при проведении наших контрольных мероприятий и при приемке работ были уведомлены об этих изменениях То есть перефразируя и вот конкретно, собственно говоря, применяя описанное вами на нашу нынешнюю ситуацию Авторский надзор совместно с подрядчиком стали инициаторами того, чтобы использовать, как мы упоминаем, непосредственные инструменты, которых нет в изначальном проекте И с вами они не именно что согласовывают Они вас уведомляют И вы, собственно говоря, не согласовываете, а просто говорите, что мы уведомлены, что вами принято подобное решение Да, методика, ну вообще вся сфера реставрации построена таким образом, что есть аттестованные специалисты Министерства культуры Есть эксперты И они именно являются теми сотрудниками, специалистами, которые имеют квалификацию и знания на принятие данных решений Управление проверяет проектную документацию производства работ на соответствие законодательству Оно, как бы даже если вникнуть в смысл самого слова, авторский надзор и технический надзор То есть это люди, которые призваны за надзором, за соблюдением авторских решений и технических решений на объекте Также следует отметить, что у каждого объекта есть научный руководитель И, как правило, научный руководитель работает в тандеме с авторским надзором И осуществляет общее научное руководство за принятием каких-либо решений, которые могут быть инициированы при производстве данных работ Ну вот впоследствии, соответственно, вас уведомили, но однако же у вас инструменты контроля все еще остаются То есть вы уже следите по факту выполненных работ, впоследствии проверками уточняете, соответствуют ли работы облику и сохранят ли они облик объекта ОКН Да, именно То есть именно на таком ключе То есть, скажем так, вами каждый шаг не согласовывается отдельно, просто вас о нем уведомляют Однако же впоследствии допущенные какие-то расхождения с изначальным проектом, они могут уже вызвать Это не расхождение, это уточнение принятых решений по обстоятельствам, которые возникли на объекте Следует также отметить, что то состояние фасадов, которое было обнаружено севастопольскими реставраторами И недавно было озвучено в СМИ и показано Это же промежуточный результат Эти работы еще не закончены Это идет только расчистка домостяковок, цементных, позднейших наслоений, лака, краски И работы продолжатся Я все-таки предлагаю дождаться результатов проведения работ, может быть, какого-то пробного участка Чтобы можно было оценить эти работы на самом деле, как они произведены Ну, не только на Большой Морской, собственно говоря, был инцидент, который вызвал общественный резонанс Второе касается улицы Гвардейской, дом 2 Там, где было выявлено, что на стенах дореволюционного офицерского флигеля наклеили у нас листы пенополистирола Прошу прощения Какая реакция последовала у вашего ведомства? Уведомлены вы и что там вообще происходит? Да, статус данного здания по адресу улицы Гвардейская, дом 2 Сейчас это выявлен объект культурного наследия Выявлен он по заявлению гражданина В апреле этого года включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Когда стало известно о производстве этих работ Мне написал один из членов нашего Всероссийского отделения памятников истории и культуры И мы в течение суток выехали на место, зафиксировали факт проведения этих работ Работы приостановили, мы поговорили с собственником И выдали ему необходимое предписание при остановке данных работ на объекте То есть пока что это по сути результат оперативного реагирования В дальнейшем пока что непонятно, что будет дальше Работа приостановлена, сейчас мы дальше разбираемся Выясняем все обстоятельства дела Устанавливаем, знал ли собственник об этом или нет И после проведения избора всей информации, проведения административных мероприятий Будет понятно, какая мера наказания последует В основе своей, если будет мера наказания, то это, скорее всего, административная мера наказания в виде штрафа Да, мы работаем в основном по кодексу административных правонарушениях 7.13, 7.14, 7.14.1 нашей статьи И в зависимости от того, к какому выводу приведет нас административное расследование Мы составляем или не составляем протокол, направляем его в суд И уже суд в соответствии с предписанными нормами права вносит меру штрафа Семнаследие, если не секрет, ведет какой-то свой реестр штрафников, скажем так Так или иначе компании, которые у нас регулярно отмечаются Мы их всех помним Понятно, у вас всех в лицо знают Да, мы их всех знаем в лицо И стараемся пресекать данные мероприятия по нарушению законодательства Но, как правило, собственник нарушает закон единожды Нет у нас, насколько мне известно, собственников, которые несколько раз попадали на одну и ту же статью КОАП Однако это нельзя сказать про специалистов Мы также смотрим на судебную практику не только Севастополя Но, допустим, смотрим на крымских коллег, как они проводят свои работы На судебно-претензионную практику в отношении подрядчиков Министерства культуры У нас за рядом объектов осуществляет Федеральный надзор территориального управления Минкультуры РФ И также смотрим за реставраторами Тоже, если какие-то нарушения допускаются, работы приостанавливаются Тоже проводим административные дела Здесь, конечно, интересно Причина отсутствия рецидива Это либо большие объемы штрафов, либо у нас совесть у людей сказывается Штрафы на самом деле большие Достигают, ну, наверное, самый большой штраф по одному делу У нас в этом году было и в прошлом году около полумиллиона Но, как правило, мы не останавливаемся на одной статье законодательства Если есть факты нарушения нескольких статей КОАП Или же привлечения и должностного, и юридического лица к ответственности Мы стараемся по максимуму применять эти меры Поскольку наказание должно быть ощутимым и весомым Для того, чтобы граждане или юрлицы понимали, что проще жить по закону И соблюдать законодательство, исполнять все необходимые меры Сдавать нам все срок Это дешевле, быстрее и проще Но вернемся к нашим резонансным объектам Следующий у нас также находится в центре города Это наша Таврическая лестница Которая, к сожалению, до сих пор До сих пор страдает от последствий вандализма Понятно ли, какая дальнейшая ее судьба Возможно, в ближайшее время начнется очередное обсуждение Как она должна выглядеть и что с ней предстоит сделать Да, спасибо большое за вопрос Рада озвучить, что контракт на разработку научно-проектной документации На работы по сохранению данного объекта То есть реставрацию Таврической лестницы Уже заключены, заказчиком выступает ГБУ Парки и Скверы 8 декабря на заседании научно-методического совета При ИСЕ в наследие рассмотрен эскизный проект По основным принципиальным решениям по данной лестнице И после этого этапа будет доделана проектная документация Документация пройдет в государственную историко-культурную экспертизу Акт экспертизы будет размещен на нашем сайте на 15 рабочих дней Каждый желающий сможет ознакомиться с ним Там будут отражены основные проектные решения Какой объем исследований был сделан и что будет сделано при реставрации В рамках общественного обсуждения мы собираем предложения от граждан И все их учитываем Далее размещаем сводку и соглашаемся или не соглашаемся С результатами экспертизы и с проектом После согласования проекта возможно будет начало работ по реставрации Насколько мне известно, эти работы при условии финансирования Будут начать в следующем году Заказчиком опять-таки будет выступать структура департамента гор Нет у нас понимания, какое, скажем так, первое полугодие Первую четверть следующего года Потому что, к сожалению, сейчас, когда мы находимся в декабре В следующем году это довольно, скажем так, объемное Смотрите, проект еще до конца не сделан В декабре сейчас будет только эскизная часть проекта Таким образом, согласование будет, скорее всего, уже в следующем году Поэтому вопрос заключения контракта будет зависеть от доведения лимитов До заказчика работ Здесь, наверное, более подробную информацию сможет дать соответствующий департамент Поскольку вопрос финансирования указанных работ немного не в моей компетенции А у вас вообще роль всем наследия как раз-таки во всем этом процессе какова? Мы изначально неоднократно просили провести реставрацию данной лестницы Далее мы еще до этого заблаговременно были сформированы границы предмета охраны памятника По факту предшествующих работ Нами было сформировано задание на проведение работ по сохранению Согласовано с собственником После, когда к нам обратились После заключения контракта Мы выдали разрешение на проведение исследований Далее мы рассматриваем на заседание научно-методического совета И после этого уже сможем согласовать проект То есть мы на этапе до заключения контракта Уже участвовали в этом вопросе И в чем важна роль Это как бы не просто формальность и норма закона А в рамках формирования задания на проектирование Мы описываем необходимый состав проекта Объем исследований и то, что нужно сделать подрядчику и собственнику Обязательно при производстве этих работ Фактически это такая научно-техническая часть ТЗ к контракту Это необходимые условия для каждого контракта Для каждого собственника Кто хочет проводить работы по реставрации Вот здесь не могу не спросить Еще когда только произошел этот инцидент с актом вандализма Изначально были вопросы у нас даже к департаменту городского хозяйства Какие будут предприняты меры Однако же нам тогда дали понять о том Что вся процедура, к сожалению, крайне не гибкая Если речь идет как раз-таки об объекте культурного наследия И в данном случае, понятное дело Раз у нас ждет реконструкция Здесь будут крупные работы Еще можно понять ситуацию Однако же вот впоследствии, допустим, завершится реконструкция И я надеюсь, что никто не будет проверять Вот мой пример сейчас на практике Однако же вот завершили Мы сдали хороший объект В следующий день появляется вандал Снова что-то рисует И у нас опять получается целая очень долгая процедура Неужели у нас нет никаких инструментов для того, чтобы более оперативно отреагировать на такую проблему? Мне так нравятся ваши вопросы В рамках разработки научно-проектной документации Будь то многоквартирный жилой дом, административное здание, товарищеская лестница Или же любой иной памятник Мы просим прописывать рекомендации по обслуживанию и уходу за зданием В том числе либо применение каких-то антивандальных покрытий и технологий Либо же методические рекомендации Что делать, если произошли подобные инциденты Безусловно, дальнейшее обслуживание и уход за объектом Не должны сопровождаться такой длительной процедурой согласования производства работ Это как бы текущий уход Какова будет методика применения очистки камня на данной лестнице Мы увидим в проекте Но данные работы, сейчас данные надписи устранены не потому, что долгое согласование Там все-таки работали правоохранители И по факту нанесения этих надписей проводятся и нами в том числе Меры административного реагирования Поэтому пока что просто закрасить не вариант, но в дальнейшем Там еще суть в чем Изначально же эта лестница была каменная Она не была покрыта вот этими безумными слоями краски И когда это сейчас все расчистится Мы поймем, что с этим делать дальше Исследования покажут, что там на самом деле было Будут приведены необходимые исследования на микологию, состав этого камня Его сохранность И в дальнейшем методика по обслуживанию обязательно будет указана И долгих согласований не нужно будет Ну вот весной этого года, переходя опять же к следующему объекту У нас начали в ЗАГС-собрании губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил о том, что реконструкция лестницы улицы Ленина Начнется вот осенью Во время турсезона будет сделан проект Участвовала ли у нас как руководитель Севнаследия в этой работе? Реконструкция самой улицы? Да По реконструкции самой улицы Сейчас, насколько мне известно Департаментом горхозяйства идет процесс обсуждения И заключение контракта еще не завершено Мы, безусловно, на данном этапе уже участвуем в обсуждении И говорим о том, какие необходимые меры нужно сделать И что нужно учитывать При разработке проектной документации И проведению дальнейших работ Это и необходимая норма законодательства Это и наличие памятников по данной улице В том числе статус исторического поселения Безусловно, накладывает ряд ограничений Безусловно, указываем на соблюдение необходимости На необходимость соблюдения указанных норм Почему? Просто спрашиваю Потому что, когда шла реконструкция Большой морской Понятное дело, что этот проект был для Севастополя Грандиозный, не побоюсь этого слова Масштабный И в то же время для нашего города Он был очень непростой для реализации И тогда определенные трудности все же были Сталкивались регулярно с какими-то проблемами В том числе с частью ОКН Вот здесь проведена какая-то работа над ошибками Чтобы более четко понимать поставленную задачу Чтобы ее сделать более гладко, что называется Да, нами четко обозначен список памятников Нам обозначено, что необходимо сделать При разработке проектной документации Необходимость соблюдения предмета охраны Исторического поселения На Большой морской, понимаете, есть Все-таки исторический облик города Это не только норма закона Но и какие-то более деликатные подходы Допустим, мне очень понравилось При производстве работы на Большой морской Что были использованы альбомы Малых архитектурных форм Которые использовались в 50-х годах При благоустройстве города Допустим, обрамление деревьев Решетки вокруг деревьев Урны Вот эти вот красивые шарики В сквериках и на входе домов Очень интересные ограждения Часть из них сохранена сейчас Часть из них была сделана заново Но именно используя те архетипы И те узоры, те формы Которые были изначально заложены Авторами проекта При устройстве этой улицы Еще в 50-е годы Поэтому здесь нужно учитывать Не только нормы закона Но и какие-то более деликатные вещи Мы, безусловно, будем встречаться В процессе проектирования И проговаривать это И с подрядчиком, и с заказчиком Я надеюсь, что результат покажет тебе Подводя итоги по данному вопросу Все-таки у нас есть сформированная дата Хотя бы месяц, сезон Когда мы перейдем к следующей стадии По улице Ленина К сожалению, этот вопрос не ко мне Это все-таки нужно обращаться К вышестоящим структурам Пока что такой информации Перефразирую вопрос Пока нет Хорошо 7 июня у нас на федеральном уровне Министерство культуры Внесло существенные изменения В приказ об историческом поселении Севастополь Там у нас конкретизировали ряд Очень важных моментов В том числе об охране Облика наших лестниц Подпорных стен Участков булыжных мостовых Подробнее об этом расскажите Какова вообще ценность Этих изменений внесения И как они отразятся вообще на нашем городе Да Это были первые изменения В приказ Министерства культуры Номер два С момента его издания Мы очень долго Вели переговоры с Министерством культуры Я с декабря прошлого года Неоднократно встречалась С представителями министерства И проговаривала Проблемы города Исторической части города Что нам необходимо сделать С чем мы здесь сталкиваемся И какие возможно внести формулировки И коррективы в этот приказ В части предмета охраны Для того, чтобы регулировать деятельность По благоустройству Элементов исторической среды города Нами был выработан ряд проблемных моментов Мы с сотрудниками правления Прошли центр города Осмотрели, проанализировали Провели фотофиксацию этих объектов Это и ограждения узорчатые Красивые Это и элементы булыжных мостовых Конкретизировано сейчас Именно что охраняется И на каких участках И безусловно Одно из самых главных дополнений Это что сейчас охраняются Подпорные стены и лестницы Их габариты Характер отделки И материал То есть при производстве работ Если изначально мы видели Бутовую кладку на подпорных стенах То после окончания производства работ Мы должны увидеть именно бутовую кладку Их теперь нельзя залить бетоном Покрасить в какой-то иной цвет То же самое внесено На мой взгляд Очень важное изменение В охрану ценных градоформирующих объектов Если раньше было сказано Что просто охраняются Ценные градоформирующие объекты И не было конкретизировано что То сейчас охраняются Объемно-пространственные решения здания И характер отделки То есть если здание не имеет статуса Объекта культурного наследия Но внесено как ценный градоформирующий объект В приказ номер два То необходимо сохранить его облик Именно в том виде В котором он был построен изначально Но сделать это можно Не реставрационными методами А общестроительными Можно ли тогда говорить о том Что в ближайшее время Будет разработан какой-то единый подход И реконструкция подпорности на лестнице? В отношении единого подхода Понимаете, в проектировании Есть понятие исходной разрешительной документации И соблюдение законодательства Это есть единый подход Это самый главный Единственный способ Нормального человеческого проектирования То есть сейчас основная задача Почему мы так бились за эти изменения Я очень благодарна Министерству культуры Что они пошли нам на встречу И эти изменения внесли Заключается именно в том Что это теперь Такие исходные данные Это такая аксиома О том, что нужно Архитектурный облик этих стен Сохранять Точка Вот и есть основной подход К проектированию Дальше уже вопрос Инженеров, технологов О том, как это все будет сделано Ну точнее Новых стандартов и правил В ближайшее время ожидать не стоит Стандарты и правила Пишутся на Ну если мы говорим О национальных стандартах И ГОСТах Это все-таки федеральный уровень Для этого есть специальные Комитеты, которые это пишут На региональном уровне Это контроль со стороны Заказчика Контроль с нашей стороны Плюс еще мы Когда эти изменения Были внесены Мы их очень ждали Они, кстати, были Достаточно оперативно Внесены и приняты После этого Мы сразу ведем Для наших заказчиков Работ по городу Это департамент городского хозяйства Департамент капитального строительства Иные департаменты Кто могут касаться предмета охраны О вносимых изменениях И о необходимости Соблюдать данные нормы Плюс еще мы рекомендовали Выносить на рассмотрение Проекта по капитальному ремонту И благоустройству Элементов городской среды На заседание Либо научно-методического совета При нашем управлении Либо на заседание Архитектурно-художественного совета При департаменте архитектуры Как дополнительную меру В том числе Общественного контроля За проектированием И производством данных работ К сожалению У нас время передачи ограничено Поэтому хотелось бы Вкратце Еще коснуться Несколько вопросов Один из них Вот в принципе Хотелось бы услышать Итоги работы за год Кому и на какие суммы Все наследие выписало штрафы И в чем в принципе Функция была В этом году Какие действия у нас Или бездействия штрафовались Мы штрафуем За несоблюдение законодательства Далее у нас Есть ряд Норм и требований Которые мы должны охранять У каждого объекта Есть несколько степеней Форм защитных механизмов Которые предусмотрены законом Это границы территории Предметы охраны Защитная зона Охранная зона Вот хотелось бы предметно услышать Как раз таки Может быть какие-то примеры У нас есть Предметно Мы стараемся активно Реагировать на нарушение Регламентов Достопримечательного места Большая часть города Это Досместо Древний город Херсон и Ставрический Крепость Чембала и Каламита Это безусловно Работа на памятках археологии Это производство работ На объектах культурного наследия Нереставрационными методами Это производство работ Рядом с памятником Без раздела По обеспечению Сохранности данного памятника Как я уже говорила В основном мы работаем С кодексом Об административных правонарушениях Но также Направляем заявления В правоохранительные органы Для принятия мер В соответствии с их компетенцией Если у нас Есть состав преступления уголовного Что касается штрафов У нас интересная динамика Прослеживается за последние два года Если с 2017 по 2019 год Штрафы едва достигали 300 тысяч За прошлый год Севнаследием наложены штрафы По решению судов Более полутора миллионов И в этом году За 11 месяцев Эта сумма уже свыше 300 тысяч Я бы хотела особо отметить И озвучить То, что Если мы наложили штраф Это не значит, что Собственник не должен Соблюдать законодательство В дальнейшем То есть Как это происходит по факту Мы вышли на объект На участок Увидели какое-то Правонарушение И если мы работы Приостанавливаем Составляем протокол Направляем в дальнейшем Материалы в суд И суд выносит Положительное решение Штрафе Вне зависимости от его суммы И от статьи В дальнейшем Мы понуждаем Точнее сразу Мы понуждаем Собственника О необходимом порядке Проведения работ На объекте В соответствии с законом И обязываем его это сделать Соответственно Получается Собственник Подрядчик Или лицо Которое Организовало Эти работы Сначала теряют время Потому что Их работы Приостановлены Потом платят штраф А потом все равно Вынуждены пойти По правильному порядку Это как правило Долго и дорого Так допустим Было на памятнике Бельбек-4 Где при строительстве ИЖС Был поврежден Культурный слой Могильника Бельбек-4 Это именно тот памятник Который был озвучен На встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным В прошлом году К примеру Что там сделано Наложен штраф Общей суммы Сейчас на подрядчика И собственника Около полумиллиона Работы уже полтора года Не ведутся И Собственник был вынужден Провести Археологические исследования Раскопки Могильника Недавно был Замечательный сюжет На форпосте О результатах исследований Я очень надеюсь Что когда материалы Будут обработаны Мы сможем посмотреть Увидеть Более детально Результат работы Археологов Ну и заключительный вопрос Который Заключительный Не по значению Но тем не менее Хотелось бы услышать Потому как Общественный резонанс Севастопольский Прям требует Услышать ответ По Херсонасу Хотелось бы узнать Какая дальнейшая судьба У нас выявленного Объекта культурного наследия Южный перегород Херсонаса Южный перегород Херсонаса Объект археологического наследия Который выявлен археологами В прошлом году В результате Исследования территории Который идет под Парк Херсонаса Его дальнейшая судьба Какова? Его дальнейшая судьба В этом году проводится исследование Там работает комплексная Научная экспедиция В составе этой экспедиции Сотрудники Эрмитажа Херсонеса Еще ряда организаций Это такой Большой научный коллектив Который проводит там Раскопки И на наблюдение На разных участках Культурного условия В зависимости от Сохранности Насколько мне известно Регулярно в СМИ Археологи рассказывают О том, что там Име найдено Это очень интересный Материал Очень богатое Исследование Судьба Памятника Памятник археологии Он изучается Совершенно замечательными Специалистами Дальше На этой территории Будет историко-археологический парк Часть территории Предполагается Насколько мне известно Отдать под Постоянную Действующую экспедицию Поскольку парк Представляет собой В том числе И функцию археологического Объект будет сохранен? А что вы понимаете Под сохранностью памятника? Я имею ввиду Что не просто Фотофиксация С дальнейшим изъятием Возможно Музеифицирован Возможно Сохранен в другом виде Чтобы он Сохранился в том виде В котором его нашли Плюс Что называется Обработали Чтобы он не Потерялся в веках Да Законом И положением О порядке проведения Археологических полевых работ Установлено Что памятник археологии Это культурное напластование Артефакты И конструкции Которые располагаются Под землей Возраст которых Стали Памятник может быть Сохранен Двумя способами Первое Это физическая сохранность То есть мы не копаем землю Никогда не узнаем Что там под ним Второе Это археологические исследования И именно Археологические исследования Нам дают понимание о том Что же непосредственно Скрывают под собой Эти напластования Как жили люди И дают нам информацию Научную Которая потом Может быть использована Прочитана Проанализирована Именно дают те артефакты Те находки Которые мы потом Видим в наших музеях В том же самом музее Херсонес Есть конструкции Которые необходимо Законсервировать Я насколько понимаю Сейчас эти конструкции Выявляются Фиксируются И в дальнейшем Будет принято решение О том Как их сохранять Консервировать И так далее То есть пока нет понимания Что у нас дальше будет Будем ли мы смотреть То, что мы нашли В музеях Либо же оно Сохранится там Как есть Есть понятие Находка Есть понятие Археологический объект Имеется в виду Конструкцию Да То есть Как в Херсонесе Допустим Усадьба Базилика Вот например Склепы Опять же были обнаружены Интересно Что с ними будет Потому что Их ты в музее Не поставишь Как экспонат Да Сейчас Насколько мне известно Поэтому проводятся Раскопки Опережающие И это было Неоднократно озвучено Что раскопки Начались еще На этапе Формирования Концепции Чтобы была возможность Понять Какие объекты Сохранить нужно Как расположить Эти здания Для того Чтобы обеспечить Сохранность Тех или иных Археологических Объектов Конструкции Которые будут Обнаружены На данном участке Все наследие Следит за процессом Да Мы обязательно Следим И будем продолжать Следить За производством Данных Работ Там работает Сейчас полученный Ряд открытых Листов На несколько Специалистов Мы выходим На участок Смотрим Как ведутся Работы Мне сама Как археолога Очень интересно Я бы с радостью Там сама Поучаствовала Прошу просить Мою дотошность Однако же Я вот услышал Сейчас такую Формлевку Какие объекты Можно сохранить То есть Была формлевка Такова То есть Не все Можно будет сохранить Какие объекты Скорее даже Нужно будет Сохранить Возможно Я неправильно Сформулировала Результаты Исследования Нам еще Не представлены Экспедиция Не закончена Экспедиция Еще идет Как только Археологам Будет понятно Какие объекты Обнаружены Каково Их место Расположения Все это Будет учтено В дальнейшем В концепте И насколько мне Известно В проекте После этого Мы будем Уже более детально По результатам Исследований Отрабатывать С археологами С фондом О том Что можно Сохранить Как это Сохранить В каком месте В каком виде Там работает Такая плеяда Археологов Хорошая Я очень надеюсь Что там Пристально смотрят На это Весь Севастополь Весь Крым Вся Россия Посмотрим Что будет дальше Я может Переформулирую Чтобы самому Лучше понимать Имеется ввиду Что некоторые Объекты Выявленные Могут оказаться Что не представляют Какой-то Археологической ценности Или Что вы имеете ввиду Решение о том Какие конструкции Подлежат сохранению А какие нет Принимается археологам То есть У нас законодательно Урегулировано Статья 45.1 Семьдесят третьего Федерального закона Гласит Что Право проведения Археологических Полевых работ Принадлежит Археологу Который получил Открытый лист Министерства культуры И по этому Открытому листу Археолог Имея Необходимую Компетенцию Знания И разрешение От Минку Это принимает Все решения Каким образом Ему производить Эти работы Какая будет Методика Выбрана Если Удаляться В подробности Существует Множество вариантов Фиксации Находок Снятия культурного И принятие Нет Он не согласовывает Свои решения И По Итогу Раскопок Грубо говоря Мы раскопали Какую-то площадь И Итогом Производства Каждых работ На участке Работы Завершаются Когда мы Достигаем Такое понятие Как материк У нас это скала Если на скале У нас фиксируются Какие-то археологические Объекты Будь то склеп Будь то какие-то Каменные конструкции От зданий Археолог принимает решение Их сейчас законсервировать Сохранить И далее Вместе с проектной Организацией Которая делает Проект По строительству Того или иного здания Принимает решение В каком виде Будет сохранен Объект Тот или иной Нужно ли здесь Переносить здание Или можно здесь Его как-то приспособить Или подвинуть Сделать его Где-то в элементах Благоустройства Либо же это будет Отдельная Какая-то площадь Где будут экспонированы Эти объекты Для показа Но территория там Весьма значительная Опять-таки Я повторю Что опережающие Средования Сейчас уже идут Проектирование Не завершено Сделана концепция Поэтому Все сейчас Работают слаженно В одном режиме Мы смотрим Регулярно встречаемся Следим за этапом Производства Работ Что будет сохранено А что нет Здесь в первую очередь Первая скрипка Все-таки археологам Далее Это все уже будет Обсуждаться с нами С проектировщиками Поэтому мы очень ждем Опять-таки Результатов исследований Которые там будут Ирина Николаевна По-настоящему Марафонским Вышла в этот выпуск У нас программа Актуальное интервью Однако же Я считаю Оправданно Потому как много Действительно Резонансных тем Проблемных объектов И новостных ситуаций Обсудили мы за это время За что вам огромное спасибо Что получилось У нас все эти темы Подробно обсудить И надеемся На возможную Скорую встречу В дальнейшем Если у нас появятся Новые инфоповоды И темы для обсуждения Спасибо вам большое Да, спасибо Напомню У нас в гостях Была начальник управления Охрана объектов Культурного наследия Севастополя Ирина Масликова Это была программа Актуальное интервью Всего вам доброго Берегите себя И до новых встреч